Думал, а тот сюжет будет крайним, Домодедово. Но ситуация такая, что пришлось достать флотшет и заснять еще один сюжет. Вот мы стоим в зале перед входом на посадку. Казалось бы, придется ждать где-то минут 30. Присесть, ну как сами понимаете, присесть. Вот кафе одно, но это кафе, это не зал ожидания, как говорится. Вот тут всего две скамейки, два ряда, три ряда скамеек, кстати, небольших. И вот второе кафе. Вот это все, что не можно ожидать людям. Поэтому иногда возникает вопрос, большие такие здания, аэропорта сделаны для чего? Для удобства пассажиров или для бизнеса? Пассажиры стоят, то где присел, то как получается. Ну, я думаю, в кафе тоже разрешают посидеть, да? Сейчас попробуем присесть туда, посмотрим. Бегнет, не бегнет. Александр Сергеевич, вот мы возвращаемся домой уже. Как ваше впечатление от Москвы? Классно. Что именно классно? Цирк. Цирк? Да. Но это последняя инстанция, которой мы были в этом году в цирке. Но еще год-то заканчивается, а цирк еще продолжается. Мы сейчас уже в Домодедово находимся. Как тебе здание аэропорта? Клевое. А какое лучшее? Суперопа или Домодедово? Суперопа. Правильно, потому что мы крымчане, да? Вот нам, только что мы сняли сюжет, только что мы сняли сюжет в 31-м выходе, что там негде посидеть даже, нам тут же услышали, что мы снимаем, тут же поменяли выход на 50-й. И вот мы находимся внизу теперь в салоне. Видите, вот в салоне, так называется, в зале ожидания внизу, да? Вот. Давно объявили, что вот будет здесь посадка, вот видите, 50-й номер выход, Симферополь, 13-10. Бедный народ, с 12 часов, когда появилась объява здесь, выстроились в очередь. Ничего не думают, что им будет в очередь стоять, самолет быстрее подадут. А мы будем сидеть на скамеечках. В скамеечке будем сидеть. Здесь есть где посидеть.